Слава нашему Господу! Конечно, жизнь идет, но проходит очень быстро. Я покаялся в 1971 году, уже практически почти 38 лет верующий, а время прошло очень быстро. Я его фактически и не заметил даже, как оно прошло, как один день все равно. Хотя всего было и приятного, и неприятного. Но я думаю, что сегодня нам интересно не нашу жизнь собственную разбирать, не мне мою. Но нам хочется, чтобы Господь сегодня благословил нас так, чтобы еще раз Слово Господне могло посетить сердце наше, чтобы нам что-то взять для будущего. И я вот так сегодня просмотрел немножко вот эти темы. Особенно эту 17, главу 18. Ну и вроде бы, если так вот посмотреть в корень, о чем здесь идет речь, то вроде бы этого и не надо нам. Ну, можно что-то взять где-то, можно что-то, но... Но, тем не менее, вот почему-то в Священном Писании вот так много времени уделено именно в этом Вавилоне, о чем мы сегодня будем говорить. Но я хочу напомнить, что в прошлый раз мы говорили об этом дне суда, в который Господь будет судиться с миром. Если коротко вспомнить, то мы говорили о том, что когда будет трубиться эта последняя труба, возвещающий день суда над миром, то так как церковь на суд не приходит, то при последней трубе ибо вас трубит, и мертвый во Христе вас и суд прежде, потом мы, оставшиеся в живых, изменимся, и будем взяты в встречении Господа на блоках. И так всегда с Господом будем. И для нас время потеряет всякий смысл, потому что это будет вечность, времени уже больше не будет, а жизнь на земле будет продолжаться, потому что Господь будет выполнять свое обещание судиться с миром за пролитую кровь святых и пророков. Помните, мы читали его, запили громким голосом, «Доколе владыка святой истины не судишь и не мсти живущим на земле за кровь нашу». Им были даны белые одежды, было сказано, чтобы они успокоились на малое время, покуда братья и сотрудники не будут убиты, как и они, и не дополняют число. И поэтому уже о том, о чем мы сегодня рассуждаем практически, оно вроде бы и не касается лично нас. Но, коль Священное Писание обращает на это внимание, то, что мы отсюда можем взять, чтобы нам сегодня, когда Господь дал такое благосвенное время, чтобы нам его использовать это время и не остаться. И не остаться. Будут люди, которые останутся. И я нисколько не сомневаюсь, из тех, которые ходили в молитвные дома, которые молились и которые думали, и что все нормально. Но, вы знаете, иногда не совсем важно, что мы думаем о себе, а гораздо более важнее, что Бог о нас думает. Потому что мы всегда думаем о себе неплохо. Мы же все хорошие, особенно когда в молитвенном доме, ну вообще хоть до раны прикладывай. Уже вышедшие на улицу немножко меняемся, а там дача, что больше, а дома совсем можем поменяться, а здесь всех нас берет, и все на небо готовы лететь. Но дело не в том, как мы себя рассматриваем. А очень важно, как Господь нас рассматривает. А для того, чтобы знать, как Он нас рассматривает, у нас есть Слово Господне. Где Господь ясно говорит, что Он любит, а что Он не любит. Что Он принимает, а что не принимает. И потом, учитывая, что не так, то просто все будет. Мы помните, читали. Бедствия будут большие. Это нечто будет такое, что, наверное, нам и на разум не приходило. Вы помните, я в прошлый раз говорил, что где-то там талант не помню сколько, то Борослав подсказал не 20 килограммов, а 26. Ну попробуйте вот такую горадиной получить немножко. Ну, наверное, подумаешь. И кажется, как такие глыбы могут быть? Откуда они падать могут? Кто их может удержать, чтобы принести куда-то? Но Писание говорит, что изменится все, и все то, что написано, придет в исполнение. И нам просто, ну, не хочется остаться на это время. И, может быть, поэтому Господь объясняет, что без суда ничего не пройдет. Будет суд. И, наверное, сегодня мы должны благодарить Господа, если Господь за наши грехи с нами и здесь судится. Потому что что делаешь, знаючи, да вы знаете, все равно, так или иначе, в какой-то мере придется Господу судиться. Потому что так написано. Может быть, Господь нас собирает в кучу еще, да немножко, может быть, по отдельности, но уже когда человек остался совсем на этот день сюда, тогда тут будет то, что уже нельзя изменить. И главное, что помощи не будет ни от кого. Если сегодня Господь, как отец, наказывает нас, то вы знаете, как родители, одной рукой шлепают, а другой рукой держат. С одной стороны жлится, с другой плачет за этого ребенка. А там уже такое наказание, когда никакой пощады не будет. Потому что остались люди, которые выбрали всю миру, всю миру благодать, которую Бог предназначил, но они ее не использовали. Они просто вот так вот безрассудно тратили время, говорят, убивали время. И поздно оказалось. Я вспоминаю один текст Писания, который не раз цитировал. Кажется, в Исаии написано точно. Кстати, я когда в прошлый раз называл, мне тут подсказали, что не всегда я точно называл стихи. Это правда. Когда я перепечатывал, это немножко здесь, я уже не смотрел по этому самому. Ну, как точно. Поэтому вы не обращайте на это внимание особое. Главное для меня, я не всегда даже могу помнить, где что написано. Но я практически дословно могу процитировать, что где написано. А это самое главное. Знаете, даже апостолы иногда говорили, «Некто негде сказал». Есть такое? Или «Кто-то говорит». То есть он не мог точно помнить, но он точно помнил, что говорит. Поэтому я просто прошу не обращать на это внимание. Это в самом деле было не то, что названо, потому что неправильно списывать. Неправильно списано было. Я много раз перепечатывал и где-то не совсем точно указал что-то. Поэтому я просто хотел бы, чтобы мы сегодня более точно познавали волю Господню. Ну, и если даже Господь как-то с нами судится, а вы знаете, в этом тоже милость Божия заключается. Мы каждый раз, когда в «Хлебопроломлении» участвуем, то братья еще читают этот текст Писания. «От этого из вас многие немощны и больны, и что? И даже немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы». Что это значит? А судили бы сами себя, покаялись бы и не делали бы. А так вот, как не судили сами, то Господь говорит, что я буду с вами судиться. Чем? Болезнью, немощью и даже смертью. Для чего? Чтобы в вечности не были судимы. Чтобы не были судимы с миром. Наверное, для нас это не самый лучший вариант попасть в вечность, но дожидаться, покуда Господь будет с нами судиться. Но если даже это так, то это тоже для нас великое благо. Я когда-то помню, однажды Господь говорил, одну такую истину сказал. Почему? Некоторые люди умирают так тяжело. Господь говорил, что я сужусь с ними за их грехи, которые делали. Которые они не знали. И вот что интересно Господь сказал. Я мог им сказать. Но они не поверят. Будут противиться. И еще больше нагрешат. И придется еще больше с ними судить. Вот я вот с ними сужусь просто. Ну, отсуживаю свое, чтобы в вечности пошли чистыми. Может, для кого-то это немножко странно прозвучало. Может, вы как-то по-другому думали. Но это действительно так. И я знаю много примеров, когда Господь вот так вот... Человек искренен, но почему-то не понимал чего-то. Что-то научили. Иногда, знаешь, бывает мы, как служителя. Человек приходит, говорит, что-то у меня плохо. Начинает перебирать, показывает-то некоторые вещи. А мы сами не знаем, головой киваем и не находим. И получается, что проблемы тогда в конце жизни. Но я опять повторяю. По сравнению с вечностью, если вариант другой взять, погиб человек, то лучше, чтобы Господь судился, но в вечность святую войти. Чем просто жить на земле здесь и свободненько, и в ад попасть. Я не думаю, если даже вот такие условия, то кто-то из вас согласится. Дай мне жить здесь на земле, не трогай меня, лучше в ад пойду. Разве только с головой уже ненормально. Ну, кому смысл чувствовал, то можно так сказать. А в общем-то, ну, всякое бывает, что сказать можно по этому поводу. Поэтому пусть Господь сегодня благословит нас. И мы здесь говорили о том, что вот в это время, во время суда, немножко вскользь затронули эту битву Армагеддон, куда, значит, будут собраны все народы под влиянием духа обольщения, бесовских духов. Помните, вышли эти духи, обольщители, чтобы собирать людей на брань. Великий он и день Бога Вседержителя. И вышли на широту земли, и окружили стань святой, и город возлюбленный. Ну, я цитирую вообще тут другое местописание, которое уже о второй, о второй смерти говорит. Ну, и о первой буквально то же самое написано. Собрал их на место по-еврейски, который называется Армагеддон. И там, значит, судил людей. У них было свое намерение. Они пришли уничтожить народ израильский. Иерусалим окружили. А у Бога было свое намерение собрать их в одно место, чтобы судиться. И вот первое, собраться не собрались, а довести то, что в намерениях положили, уже не смогли, потому что у Бога не было такого намерения. И потому, я читаю, «Сейду коктать» — это 25 стих 16 главы. «Сейду коктать, блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим, и чтобы не видели срамоты его. И он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон». Или, переводится на русский, вершина Мегидо. «Седьмой ангел вылил чашу свою на воздух и из храма небесного от престола раздался громкий голос, говорящий, совершилось. И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрощение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле». Такое землетрощение, такое великое. Я просто хочу немножко обратить ваше внимание, вот когда мы читали о книге, которую раскрывали и читали планы, то там тоже кончалось именно землетрощением большим. То там была книга, где было описано, что будут планы Божьи, и кончаться землетрощением большим. А здесь уже события происходят, и кончаться тем же самым, что в книге было написано. И буквально почти тем же самыми словами все описано. Потому что сначала было прочитано, что будет, а здесь уже действия произошли. И помните, я в прошлый раз напоминал, что когда трубит седьмая труба, то она открывает полноту действий, которые будут. Если там, допустим, первая труба, там коротенькая, там зелень, там рыбы погибли, вот так вот коротенько. А когда седьмая труба, это суд Божий, это уже всем чаш гниво Божий изливается. Я недократно напоминал, что до этого времени не было времени о суде. Там было о скорби, о больших трудностях, которые людей посидят. Но чтобы о суде, а здесь именно суд уже пришел. Уже суд пришел. Это две разные вещи. Это не одно и то же. Поэтому вот эти трудные времена, скорбь церковь проходит, а на суд не приходит, потому что верующий в Сына Божия... Поэтому я просто еще раз напоминаю сегодня, чтобы вы обратили на это внимание. Такое землетрясение, такое великое. «И город великий распался на три части, и города языческие пали, и Вавилон великий воспомянут пред Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости гниво его, и всякий остров убежал, и гор не стало, и град величной в талант пал с неба на людей, и хулили люди Бога за язву от града, потому что язва от него была весьма тяжкая». Я немножко тут более расширенно хочу эту 17-ю главу читать. Я читаю продолжение. Я когда-то напоминал, что есть главы, как сказать, ключевые, которые делают обзор событий, а последующие могут несколько объяснять эту первую главу. То есть нельзя сказать, что вот эта глава прочитана, и события уже следующие идут. Нет. Вот одна глава, а три расшифровывают эту первую главу, где как бы наброски были, а теперь уже идут конкретные действия. Поэтому я читаю 17-ю главу. И пришел, я, наверное, прочитаю ее, она не очень-то большая, прочитаю ее до конца, а потом буду останавливаться. «И пришел один из семи ангелов, имеющих с чем чаш, и, говоря со мною, сказал мне, подойди, и я покажу тебе суд над великой блудницей, сидящей на водах многих. С ней блудодействовали цары земные, и вином ее блудняне упивали, живущие на земле». И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненными именами богохульными, с семью головами десятью рогами. И жена обличана была в порфиру и баграницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотой блудодействия ее. И на челе ее написано имя тайно, Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным. И я видел, что жена упояна была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых. И, видя ее, дивился удивлением великим. И сказал мне ангел, что ты дивишься, а я скажу тебе тайну жены сей и звера, носящего ее, имеющего с чем голов и десять рогов. Звер, который ты видел, был и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет погибель. И удивятся те из живущих на земле, имена которых не написаны в книгу жизни от начала мира, видя, что звер был, и нет его и явится. Здесь ум имеющий мудрость. Семь голов, суть семь гор, на которых сидит жена, и семь царей, из которых пять спали, один есть, а другой еще не пришел. И когда придет, не должно ему быть. И звер, который был, и которого нет, есть восьмой, и с числа семи. И пойдет погибель. Десять рогов, которые ты видел, суть десять царей. Которые еще не получили царство, но примут власть со звером, как царей, на один час. Они имеют одни мысли, и передадут силу и власть свою зверу. Они будут вести брань с агнцем, и агнец победит их, ибо он, где Господь, господствующий, и царь царей, и те, которые с ним, суть званые, и избранные, и верные. И говорит мне, воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди, и народы, и племена, и языки. Десять рогов, которые ты видел, на звере, сии возненавидят блудницу, и разорят ее, и обнажат, и плоть ее щадят, и сожгут ее в огне, потому что Бог положил им на сердце исполнить волю его, исполнить одну волю, и отдать царство их же веру, доколе не исполнятся слова Божьи, жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царами. Я слышал, что обычно проповедовали, что вот эта вавилонская блудница, это церковь, но это не церковь, это государство. Это государство. Никогда церковь, по сути дела, с городом не сравнивалась. И когда вы будете читать Священное Писание, то вы об этом вавилоне найдете очень много написанного и в Геремии, и в Исаии. Вы найдете в других местах Священное Писание. Это город, это государство. И здесь почему трудно понимается, потому что написано, что вот эта блудница, она сидит на звере багряном, который имеет семь голов и десять рогов. Получается, что вот он этот звер носит ее. И учитывая то, что сегодня уже все говорят об этом, вот эти семь голов и десять рогов, это европейское сообщество. Европейское сообщество. Почему? Потому что я немножко возьму историю, это очень интересное событие. Именно и вавилонская блудница, вот, Государство, оно пойдет под власть его. По той простой причине не сможет устоять, несмотря на его силу и могущество, что они пролили кровь святых и пророков. И вот за то, что они это сделали, они не смогут противостоять этому изверующим югаламдесятю рогами. Вы знаете, что вот это сообщество было организовано или узаконено в 57-м году в Риме. Шестерка тогда была. Европейское шестерка называли. Это Рим. И вот интересно, я вам читаю одну статью очень интересную. Она была написана все-таки вот насколько тошно слово Господне. И все-таки ну наши братья кое-вчем разбирались, когда писали что-то. И вот я читаю одну статью, она называлась «Предзнаменование будущего». И было написано в журнале «Путешественник» в 1930-м году. Вам, наверное, будет интересно знать, что писали братья в то время. А я читаю. На международной конференции состоявшейся в прошлом году в Гааге, значит, если это был 1930-й год, то она состояла в 1929-м году. Это уже, знаете, сколько лет назад это было. Французский министр иностранных дел Аристид Брайан вынес предложение, согласно которого, по его мнению, наилучшим разрешением множества европейских проблем будет сформировано Соединенных Штатов Европы. Вы слушайте внимательно. Соединенных Штатов Европы. Там же тоже множество государств и штатов вошли, образовали Соединенные Штаты Америки. Уже в то время эти планы строились. Он выработал уже план, который разостал от имени французского правительства 26 европейским нациям с предложением учреждения федерации, с помощью которой Европа может объединиться, чтобы обеспечить себе существование благодетствия. Не многие понимают европейские условия так хорошо, как Брайан. Он видит, как пишет Сатурне и Винген пост сэр Филип Габет англичане. Сцена для постановки величайшей мелодрамы под заглами «Гибель Европы» готова. Две великие силы построили боевой порядок с одной и другой стороны. Главный церемоний мейстер, которого в страну называли дьяволом, организовал все в совершенстве. И вот Мэще Брайан щелится придумать план, с помощью которого найдется хранить мир в наше время. Он знает, что ближайшая соседка Франции Италии под руководством своего диктатора Сеньора Муссолини делал гигантские представления. Ну и так дальше, и так дальше, и так дальше. Он ведет речь о том, чтобы все государства Европы объединить в одно. И об этом уже говорит в 1930 году. Но начало все это. Не время было, Господь не разрешал этого делать. И дальше, я, значит, не буду дальше перечитывать, чтобы вас не утомлять. Хотя она небольшая эта заметка. Но если хотите, то все прочитаю. Прочитать все или выборочно. Но давайте, уже потерпите немножко. Потому что это то, что братья наши писали в свое время. И следуя писание, видели, что будет. Поэтому я просто усвенился этим и взял эту статью оттуда. И вот Мася Брайан селится придумать план, с помощью которого найдет сохранить мир в наше время. Он знает, что ближайшая соседка Франции Италия под руководством своего частолюбивого диктатора сеньора Муссолини делает гигантское приготовление. И не взирая на лондонскую конференцию по разоружению, закончив только прошлой весной, приступили к постройке 29 новых боевых кораблей. Поэтому он настаивает на учреждение Федеративного Союза всех наций, думая, что таким путем Европа будет спасена от урагана новой Великой Международной войны. Кстати, вы знаете, ничего не получилось, и война с 1941-1945 года, а в Европе где-то с 1939-го она уже началась, она уже полыхала, потому что они предусматривали, что может быть, но не могли план это провести в действие. Что значит современная война? Брайан и другие государственные дети Европы отлично понимают, что может означать для человечества новая война. Уинстон Черчилль, который был в британском кабинете в течение прошлой войны, говорит так в своей книге под названием «Мировой щенокос» о приготовлениях, сделанных союзниками, если бы война затянулась еще на один год. Методы еще более ужасные были пущены в ход. Тысяча аэропланов сметали бы города. Без 6 тысячи орудий разорвали бы клочья неприятельские фронты. Были бы найдены способы перебрасывать в тыл неприятельской армии до 250 тысяч человек ежедневно на механических двигателях. Ядовитые газы невероятно разрушительные силы опрокидывали бы всякое сопротивление и совершенно парализовали бы жизнь. Далее министр Черчилль говорит так «Если война вспыхнет опять, то она будет вестись при помощи средств и орудий, более ужасных и губительных». Мистер Артур Брысбей пишет «Германские ученые, эксперты по авиации, в которой Германия принадлежит первенство в коммерческом отношении, и эксперты по ядовитым газам объявляют, что сотни аэропланов, нагруженных газовыми бомбами в одну тонну веса, могли превратить Париж в кучу отравленного газом, мусором высотой в 16 футов. Если бы предпочли другой способ ввести в строе все живое население Парижа, как солдат, такие мирные жители. И Маще Брайан не, наверное, включает Россию в число союзных наций. Смотрите. Уже здесь Россия стоит особняком. Вот как раз вот оно и связано сегодня с Вавилоном. А между тем она является едва ли не самой могущественной в мире и может одним ростерком пера выставить на боевой фронт около 12 миллионов обученных бойцов. Уинстон Черчилль говорит о России так. Россия добровольно самоизнанник торчит свои штыки во мраке полярных ночей, шепча сквозь сжатые добром лишениями губ и свою философию ненависти и смерти. Прочество Езекииля показывает нам ясно, что будет, как княж Роша задумать злое предприятие и пойдет войной на землю палестинскую, на народ, собранный из многих народов, занимающий хозяйством и торговлей, живущий на вершине земли. Мистер Пантун указывает на то, что союз безбожников в России заявил мы против Бога, но 25 веков тому назад Всевышний заявил вот я на тебя Гог, князь Роша Мешеха и Хуала, и поверну тебя, и вложу в челюсти твои, и выведу тебя, и... Что получится из правильного плана? Мы не хотим быть слишком догматическими в нашем исполковании пророчеств, но из книги Даниила совершенно очевидно, что позднейше из четырех держав есть Рим, то есть вот это Железное Царство Четвертое, которое будет сокрушать и разорать все, и мы уверены, что в скором времени, слушайте, что он говорит, состоится объединение всех наций, которые некогда входили в состав Римской империи, и вот как раз то сообщество европейское в Риме было основано, в Римской империи, и что во главе будет стоять один человек, и его во всех до одного называют их бессмысленными и глупыми, а человека, который возглавляет их же вера, это будет именно он, которому дракон древней жми, называемый дьяволом сатаной, передаст силу свою, престол, свою и великую власть, а вот нынешний диктатор Рима, рядом с ним другой зверь, с рогами подобный актем, и говоришь, как дракон, это есть та экклезиотическая сила, которая заставит всех живущих на земле поклониться зверу. Смотрите, вот насколько точно 30-й год, 57-й год, это где-то 27 лет спустя, и начинает что-то образовываться, и дальше, вот что интересно, я дальше считаю, это уже 78 лет спустя, это наше время, наш год сегодняшний, слушайте, что пишет, значит, один из современных, так сказать, корреспондентов, слушайте, кто недавно читал, несколько дней назад, комсомольскую правду, или, может, даже Белоруссию, я точно не помню уже, там он пошли, что интересно, больше, чем империя Карла Великого, наравне с завоеваниями Наполеона, и лишь немногим меньше по территории, чем Римская империя перед своего расцвета, вот что такое Европейский Союз сегодня, с чем сравнивают? С самыми крупными державами, которые были, которых объединяли знаменитые полководцы, говорят, вот что значит сегодня европейское сообщество, и вот что интересно, значит, вот что такое Европейский Союз сегодня, кто-нибудь захочет стать в один ряд с выдающимися историческими личностями, все хотят, поэтому такое количество европейских политиков претендует на пост первого президента Евросоюза, но вы уже знаете, что этот президент уже избран, им стал где-то один бельгийский министр, и в прошлом году никто из аналитиков, он сказал так, что говорит, я думаю, что президент европейского сообщества появится на арене политической неожиданно, как появился Гитлер во время кризиса, и сегодня знаете, что они пишут, очень интересно, такое ощущение, что избрание президента стало новостью для европейцев, между тем, это было прописано в недавно расфицированном Лиссабонском договоре, до сих пор каждая страна по полгода председатель организации, эта система конечно демократичная, но увы, не совсем удобная, хорошо, что, когда во главе общего стола сидел президент Франции или Кантеля Германии, если решение каких-то вопросов на международной арене, не хватало авторитет Евросоюза как организации, они всегда могли рассчитывать на авторитет страны, которую возглавляют, а если честь представлять 27 государств выпадало географическому карлику вроде Люксембурга или Словении, тогда что? Говорят, нету вторичата, не президент, и за спиной государства нету мощного. Это подтолкнуло именно избрать на сегодняшний день президента. Я не хотел бы сегодня на этом очень долго останавливаться, и знаете, я сегодня напомню, может быть, это не столько важно, но сегодня же президент избран, это Херман Ван Романес, бельгийский премьер, на два с половиной года. Конечно, это еще не тот и все признают, это говорит компромиссная фигура. И кто-то интересно выразился, это говорит, это он не мастер компромисса, это компромиссная фигура, но только на два с половиной года. Вы знаете, что я этим хочу сказать? Давайте молиться о том, чтобы наша Белоруссия ни в какие союзы не лезла. Ни в одни, ни в другие, ни в третьи. Чтобы Бог дал разум нашему правительству, как говорят, со всеми дружить, но быть самостоятельными. Хотя, если придет время, ничего не сделаешь. Если пролить кровь святых и пророков, то начать будет так. Я помню это прошлое время, и вы тоже его помните. Здесь у Барановича переживали это. Вот насколько старались сохранить союз. Я помню, когда началась перестройка, но измените, что я беру, потому что вот как раз вот эта тема, как раз тон. Наверное, меня посадили бы, если бы во время союза, я говорил об этом, но сегодня это уже прошлое. Это все сзади было. Вы знаете, как боялись, чтобы разрушиться. Однажды я работаю в своей мастерской, пробегая, значит, секретарь организации партийной, цеха, ко мне, Николай, как это вы выдумали, что Чернянка больной? Вот, слушай, я первый раз слышу тебе никогда и не думал и не говорил никому, вот ты мне первый говоришь, что ходят слухи, что он больной. Я говорю, даже знать об этом не знаю. Ну, ты ж смотри, на следующий день вызывают горы с полком, задают мне вопрос, что плохого вам Чернянко сделал, что вы разносили слухи, что он больной? Я говорю, да не разносили, я знать этого не знаю. Вы мне первые говорите, при чем здесь мы, верующие люди, при чем здесь мы? Знаете, насколько вы все это держали? И когда однажды, я уже забегаю вперед, когда у меня стоял вопрос, все-таки вот это Вавилонская будет кто-то, Америка или Союз? И Господь прямо сказал, Советский Союз. Я говорю, я давно готов наказать его, но мой народ не готов. И я видел такое интересное видение, когда помню, что из Венгрии в Лондон самолет направился с какими-то посланцами туда. И после оказалось, да, Вавилонство разрушило его, а и гнездо в Англии. И началось именно оттуда эти все бунтарства. И ничего сделать не могли, потому что Бог определено время. И вот когда вы будете читать Священное Писание, вы будете читать и в Еремии, и в Исаии, найдете, когда Вавилон исполнится 70 лет, и я посещу его. Как только 70 исполнилось нашему бывшему государству, 4 года оно шло к развалу. Оно шло к тому, чтобы перестать существовать. И когда я, допустим, узнал вот так, мне так страшно, потому что там где-то написано, саживаю, что думаю, ну как это будет, это же кровопролитие. Может, впоследствии Бог будет судиться с государствами, которые туда входили, но на сегодняшний день мы благодарим Бога. Произошел этот перерыв, он бескровный. Значит, мы, наверное, даже много и не почувствовали. И вот именно вот такое мощное государство, чтобы оно действительно бескровный переворот был, когда вот так следили за всем. Вы знаете, как-то помню, когда-то здесь один брат, я тогда пастором был здесь, из Минска приехал, я знаю его, он проповедовал, ну и он говорил о грехе, но таким языком символическим говорил, вот, говорит, ваш дом молитвен окружен, окружен, говорит, пушки стреляют, он там немножко затронул аборигенов, африканцев, меня вызывают, начали говорить, с полком, дают мне 50 рублей штрафу, что-то вы там говорите, что вас кругом окружили, что вас там притесняют, мы с африканцами дружить хотим, а вы их назвали, он да не называл их даже отсталыми, он говорил, что есть племена, которые евангелизировать надо, это уж так боялись, помню, когда-то брат Федя Пипко вышел, на своем украинском проповедь сказал, вызывают, кто с гостей был с Украины, говорю, никто не был, нет, были проверяющие, говорили, что были гости, но не был никто, а кто, на украинском, говорю, на эту нарбот, я вам не скажу, кто, я все равно знаю, все равно же 50 рублей, дадут, ты говори, не говори, но еще потянут того, кто говорил, и ничего не получилось, потому что Бог определил это сделать все, а Бог пришел бескровно, все, сегодня никто особо об этом не жалеет, и я думаю, что мы не живем хуже, чем раньше были, хотя стонать можем очень сильно, что-то у нас не хватает, но на самом деле наши отцы так не жили, как мы живем, и, наверное, они на праздник то не кушали, что мы сегодня каждый день, но может быть, не все, но может быть, не всем это сегодня присуще, но вот, как Бог может это делать все, и вот здесь, почему я это обращаю внимание, все-таки, вот все эти объединения, которые сегодня есть, они все призваны к тому, и они именно вот в это государство войдут, 7 головы, 10 травов, вот цель какая, вот что стояло впереди, и я же говорю, что Бог уже во время Даниила сказал, что оно будет такое сильное государство, а наши братья в 30-м году уже говорили, вот, пожалуйста, планы какие, потом 57-й год начинается реализация, а сегодня, 2009-й год, уже президент есть, это государство, и оно будет подбирать под себя всех, и Писание говорит, только две страны, которых я не знаю, какие они будут, едом, а вот сейчас иновеем он, они останутся не подвластными ему, все остальные будут подвластны ему, поэтому я хотел бы, чтобы в сегодняшний день, но мы благодарили Господа, что у нас есть Господь, что мы сегодня не блуждаем во тьме, я помню, когда в свое время, я не помню, какой это год был, я бы что-то об этом не говорил, я очень мало говорил об этом, это было то время, попробуй скажи, то скажут, ты уже, что ты не хочешь делать, ну, всегда же верующих считали, что это враги государства, почему-то вот так вот, вы помните, и Павла так считали, этот всесвятный возмутитель, говорит, пришел сюда и против государства, против всех настраивает, у них другие законы, но, сегодня уже другое время, поэтому я не говорил об этом так открыто, но кому я и сказал, по секрету, говорит, да, начитался газет, говорит, и уже у него там немножко с головой не в порядке, а потом приходит время, когда все становится на свои места, поэтому, я просто обращаю на это внимание, что все-таки, и сказал ангел, что ты дивишь, я скажу тебе тайну жены и звера на счастье, что я имеющее, с чем голову, я страховываю, но про эти роги я уже не говорю, сегодня же читают, правители, но я просто-напросто не способен просчитывать все это, в общих чертах я могу что-то сказать, а что дословно, там где кого, кто снимать будет, кто становиться будет, ну, знаете что, я вижу, что считали, считали, и часто считали, а теперь же приходится краснить, наверное, за то, что считали, а вот то, что правильно определили, пожалуйста, прошло время, оно так и есть на сегодняшний день, поэтому, я, значит, читаю дальше, немножко что-то буду говорить, ну, показывать, что вот то, что будет читать в Исаии, и будете читать в Еремии, оно как раз соответствует тому, что написано в Откровении, то есть, вот эти государства, этим именем, оно проворачивалось как эксперимент неоднократно, и вот я специально подобрал некоторые места, когда я буду читать Откровение, что написано о Вавилоне, то буду почти тоже читать, что в Исаии написано, и что в Еремии написано, потому что об одном идет речь, один и тот же образ, и поэтому я буду читать еще раз, и пришел один из семи ангелов, имеющим час, и говоря со мной, сказал мне, подойди, я покажу тебе суд над великой блудницей, сидящей на водах многих, с ней блудодействовали цары земны, и вином ее блудянь упивались живущие на земле, это, поэтому, пожалуйста, ну, кто хочет проповедовать на тему, что в Вавилонской блудницейку, проповедуйте, пожалуйста, лишь бы правильно говорили про это блудодеяние, но на самом деле это не церковь, у меня церковь здесь написано, церковь не торгует, от нее не обогащаются, а мы будем читать, от нее обогащились многие, и я читаю вот начало вот именно этого Вавилона, вы знаете, очень интересно, когда вы читаете 11 главу книги «Бытие», вы там найдете, что говорит, нашли в земле еще на Аравнину, и там начали строить город Вавилон, в 5 главе книги Захарий, когда же, однажды Господь сказал прямо, вот я запомнил, это говорит, 5 глава Захария, написано о социализме, потом назвал еще некоторые главы Исаии, но я не запомнил, я прочитаю вот эту главу, и опять поднял я глазами глава 5 Захарии, вот источник, он просиживается по всей Библии, вот эта линия, и опять поднял я глаза мои, и увидел, вот летит швиток, и сказал он мне, что видишь ты? Я отвечал, вижу летящий швиток, длина его 20 локтей, а ширина его 10 локтей, он сказал мне, это проклятие, исходящее на лицо всей земли, ибо всякий, кто крадет, будет истреблен, как написано на одной стороне, и всякий, клянувшийся ложно, истреблен будет, как написано на другой стороне, я навел его, говорит Господь, и оно войдет в дом Тати, и в дом, клянувшийся моим именем ложно, и побудет в доме его, и истребит его, и дерева его, и камни его, и вышел ангел, говоривший со мною, и сказал мне, подними еще глаза твои, и посмотри, что это выходит, когда же я сказал, что это, он отвечал, это выходит Ефа, и сказал, это образ их по всей земле, образ нашего прошлого государства, был по всей земле, даже рядышком на Кубе, вместе с Соединенными Штатами, и их образ будет по всей земле, и вот кусок свинца поднялся, и там сидела одна женщина посреди Ефы, и сказал он, эта женщина самой нечестия, и бросил ее в средину Ефы, а на отверстие ее бросил свинцовый кусок, и поднял я глазами и увидел, вот появились две женщины, и ветер был в крыльях их, и крылья у них, как крылья аиста, и подняли они Ефу, и понесли ее между небом и землей, и сказал я ангелу, говорившему со мной, куда несут они эту Ефу, тогда сказал он мне, чтобы устроить для нее дом в земле Сенаар, и когда будет все приготовлено, то она поставится там на своей основе, какая была основа самого нечестия, никакого Бога нет, мы сами боги, вот все другие государства, они ложным богам служили, у них были ложные боги, у кого какие, а в нашей стране никакого Бога нет, Бога нет и все, это говорит само нечестие, и дом в земле Сенаар, в Вавилоне, там был построен Вавилон, та же самая вавилонская блудница, и повел меня, я уже читаю дальше 17 главу Откровения, и повел меня в духе в пустыню, я увидел жену, сидящую на звере багряном, присполнен именами богохульными, с семью голова, с тюрагами, то есть вот то, чего они, Европа, используют, она использует опыт того, что было сделано вот в этом государстве, это опыт кнута и пряника, значит, кто с нами, все благо, а кто не с нами, в всех больницах, в чурмы, и так далее, и так далее, и так далее, потому что на этом же версии, это эксперименты были своего рода, это был, так сказать, опыт приобретавшийся, который, по счастью, будет использован в свое время, «И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, присполнен именами богохульными, с семью головами, с тюрагами, и жена обличена была к парфиру и баграницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотой блудодейства ее, и на челе ее написанное имя, «Тайна, Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным, я видел, что жена упояна была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых». И видя ее, дивился удивлением великим. Вот смотрите, что в Еремии написано. «Было упояна кровью святых». Еремия говорит так. «Ибо вы веселились о Вавилоне, вы торжествовали, расхитители нашей леди и моего, прыгали от радости, как чалица на траве, и ржали, как боевые кони, расхитители наследия моего, а есть упояна кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых». И сказал мне ангел, что ты дивишься, я скажу тебе тайну женыщей и звера, носящего ее, имеющего с чем голову десять строгов. Звер, который ты видел, был и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет погибель, и удивятся те, и живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что избир был, и нет его, и явится. Может быть, здесь имеется в виду, что вот эти прообразы появлялись, вот даже вот братья наши в 30-е годы увидели, еще они сравнивают. Вот, вот, похоже, 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 похоже. Может, это имеется в виду. Может быть, где-то будут проблемы сегодня с этим сообществом, потому что написано, какой-то тупик будет. Вот, помните, мы читаем, а после никто не думал, что оно устоит. А после, поднял еще и сказали, кто подобен этому змиру. У него смертельная рана исцелила. Знаете, сегодня много про что говорят, и про Ленина, и про Сталина, а на самом деле, то, наверное, другое совсем будет. Поэтому, это очень вот так вот неразумно утверждать что-то конкретное. Когда? Но, все-таки, намеки какие-то есть на сегодняшний день. Хотя бы же, я говорил, 70 лет, и потом, почти что, вилла в Вавилоне. Вилл? Первые три буквы. Это что? Ну, хочешь, не хочешь, но совпадает все. Ну, как бы ты не хотел, но оно совпадает. И в сторону, изухопроглоченная, говорит, каждый побежит в свою землю, и броды будут перехвачены, но назад нельзя будет восстановиться, и так далее, и так далее. Я, говорит, подниму против него народы арабские, именистские, сегодня кто первым восстал. Это на юге стали отделяться. Это Грузия стала бунтовать, это дальше и дальше. Это Чешня воюет на сегодняшний день, хотя в состав России входит, тут, наверное, уже не говорится столько о союзе. Ну, вот буквально, хочешь, не хочешь, но приходится какой-то параллель проводить, и видишь, что это так на самом деле. И с чем голову, с чем гор, на которых сидит жена, и с чем царей, из которых пять пали, один есть, а другой есть, что не пришел, и когда придет, недолго ему быть. И звер, который был, которого нет, есть восьмой, и из числа семьи, и пойдет погибель. И десять врагов, которые ты видел, суть, десять царей, которые, что не получили царство, но примут власть со зверами, как цари, на один час. Они имеют одни мысли, и продадут силу и власть свою зверу. Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их, ибо он есть Господь, Господь и царь царей. И те, которые с ним сут званы, избраны и верны. И говорит мне, воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди, и народы, и племена, и языки. И десять врагов, которые ты видел, на звере, сие вознавидят блудницу, и разорят ее, и обнажат, и плоть ее щадят, и сожгут ее в огне. Сегодня пока что добровольно в этот состав ходят. Вот поэтому. Ну, наверное, я нисколько не сомневаюсь, что тот хозяин, который сегодня становится диктатором, о котором Господь сказал, я поставлю, значит, цара жестокого, свирепый царь будет царствовать, он, если не захочешь, так он заставит это сделать. У него вполне хватит сил, кого-то лещу, кого-то огнем, но к своему времени он сделает эту работу свою. Потому что он есть Господь, Господь, и царь царей, и те, которые с ним в суд званы, избранные и верные. И говорит, не воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди, и народы, и племена, и языки. И десять врагов, которые ты видел на звере, сие вознавидят блудницу, и разорят ее, и обнажат, и плоть ее щадят, и сожгут ее в огне. Потому что Бог положил им на сердце исполнить волю его. Вот вся причина в чем. Исполнить одну волю, и отдать царству их же веру, доколе не исполнят слова Божии. Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями. Правда, сегодня это уже не совсем так. Читаю 18 главу. После чего я увидел иного ангела, сходящего с неба, и имеющего власть великую. Земля осветилась от славы его. И воскликнул он, сильно, громким голосом говоря, пал, пал Вавилон, великая блудница, сделалася жилищем бесов, и пристаньщим всякому нечистому духу, пристаньщим всякой нечистой, отвратительной птице, ибо ярост в винном блудянии она напоила все народы. Вот причина. За то, что ярост в винном блудянии напоила все народы. И это где-то в будущем. Почему я думаю, что это в будущем? Вот то, что написано, пойду где-то против Иерусалима, это одно. Но здесь ангел показывал, который уже чашу держал с судом. Поэтому я поэтому думаю, что, ну, может, я ошибаюсь здесь. Вполне возможно, он рассказывал, но не тогда будет, когда он. Ну, будем жить, будем видеть. Будем жить, будем видеть. И, слушайте, что написано в Исаии, а в Вавилоне тоже. Вот вы запомнили, написано, сделался жилищем бесов, пристанищем нечистое, нечистое цице. Исаия, что говорит, в 13 главе, но будут обитать живиры пустыни, и дамы наполняются филинами, и страусы поселятся, и косматы будут скакать там, шакалы будут быть чертовой, и гены в веселительных домах. Одно и то же. Другими словами немножко, но смысл, об одном и том же написано. Это не значит, что Бога не хватило, так сказать, слов, чтобы другими словами передать. Об одном и том же идет рычаг на будущее, теми же самыми словами написано все. И цари земные любодействовали с ней, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее. Действительно, сколько сегодня кормились за счет союза сырьем. Разбогатели, хотя сами, но я не думаю, что были очень богатые. Но страна богатая в самом деле. В России, в Союзе бывшем, если взять все республики, там было все, что только надо. И нефть, и газ, и дерево, и золото, и серебро, и уран, что хочешь. Но все разбогатели от нее, от великой роскоши. И услышал я иной голос с неба, говорящий, выйдите от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее, и не подвернуться язвам ее. Смотрите, это откровение Иоанна. Теперь я читаю Иеремию. Пятьдесятая глава, восьмой, десятой стихи. Бегите из среды Вавилона, и уходите из халдейской земли, и будьте как козлы впереди стадо обед, и вот я подниму, и пройду на Вавилон сборище великое, народов от земли северной, и расположиться против него, и он будет взят, стрелы у них, как искусственного воина, не возвращаются даром, и халдея сделает добычу их, и пустошителю насытится, говорит Господь. Те же самые слова буквально. Немножко только другой вариант, одно и то же. Почему? Об одном и том же идет речь. Дальше опять Откровение читаю. Восемнадцатая глава. Пятый стих. Ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспоминал неправду ее. Воздайте ей так, как и она воздала вам, и вдвое воздайте ей по делам ее. В чаши, в которые она приготовляла вам вино, приготовьте ей вдвое. Сколько славилось она и роскошествовала, столько воздать ей мучений и горости. Ибо она говорит в сердце своем, сижу царицею, и я не удава, и не увижу горости. Зато в один день придут на нее казни, смерть и плач и голод, и вот сожжена огнем, потому что силен Господь Бог судящий ее. Смотрите, что говорит Исаакий. И не представляла твоего умения твоего, не помышляла, что будет после. Но ныне выслушай эту изниженную, живущую, беспечно, говорящую в сердце своем, и я, и другой подобный мне нет. Не буду сидеть вдовою, не буду иметь потери детей. Смотрите, буду сидеть царицею, я не вдова, это откровение. Одно и то же, одно и то же. Только в разное время, и может быть, стиль немножко другое, но коль речь идет об одном и том же, то мы что-то можем увидеть и с того древнего, что Господь говорил. Вот как братья определились с Даниилом. И правильно получилось. Четвертое царство, самое сильное, написано все. Хотя мы часто не понимаем, о чем написано. Но внезапно, в один день, придет тебе и то, и другое, потер детей и вдовство. В полный мир придут они на тебя, несмотря на множество чародейств твоих, на великую силу, волшебств твоих. Ибо ты надеялась на лгодейство твое, а говорила, никто не видит меня. Мудрость твоя и знание твое, а они избили тебя с пути. И ты говорила в сердце твоем, я и никто, кроме меня. И придет на тебя бедствие, ты не узнаешь, откуда оно поднимется. И нападет на тебя беда, которую ты не усил и будешь отвратить. И не знание, придет на тебя пагуба, о которой ты и не думаешь. Опять то же самое, что в Исаии, то только что прочитали. Ну что, речь идет об одном и том же. И читаю дальше 9 стих. И восплачут, и возрадают они цариземные, блудодействовавшие и раскоствовавшие с нею, когда увидят дым от пожара ее, стоя вдали от страха мучению и говорят, горы, горы тебе, великий город Павилон, город крепкий. И в один час пришел суд твой. И купцы земные восплачут, и возрадают они, потому что товаров их никто уже не покупает. Товаров золотых и серебряных, и камней драгоценных, и жемчуга, и висона и парфиры, и шелка и баграницы, и всякого благовонного дерева, и всяких изделий из становой кости, и всяких изделий из дорогих дерев, и жемча, и железа, и мрамора, корыц, и фемиама, и мира, и ладана, и вена, и елея, и муки, и пшеницы, и скота, и овец, и коней, и колесниц, и чел, и душ человеческих. Все в свое время бросалось на алтар, чтобы иметь власть. И войны, и конфликты, и вы это знаете. В разных точках земного шара очень часто воевали наши люди. И обогатились кругом, и богатств великих много было, и торговля была большая, и, конечно, пока что то время не пришло, мы этого не видим, но оно где-то впереди стоит. И тел, и душ человеческих, и идолу, и плоду угодных для души твоей не стало у тебя, и все тучно и блистательно удалилось от тебя, ты уже не найдешь его. Торговавшие в сем-шим, обратившиеся от него, станут издали от страха мучения, плача и рыдая, и говоря, «Горы тебе, великий город, одеты в весон и порфиру, ибо границу, украшены золотом и камнями, драгоценным и жемчугом, ибо в один час погибло такое богатство. И все кормчие, и все плывущие на кораблях, и все корабельщики, и все торгующие на море, стали вдали, и видят дым от пожара ее, возопили, говоря, «Какой город подобен городу великому?» «И посыпали пеплом головы свои, и вопили, плача и рыдая, горы, горы тебе, город великий, драгоценностями которого обогатились все, имеющие корабли на море, ибо пустил в один час, вешались еще в небо, и святые апостолы и пророки». Вот причина. Наверное, за прошлое не покаялись, наверное, если обратились к Богу, то не к Богу, а к религии мертвой. И кто-то однажды сказал, там, правда, решила об Америке, вот когда вот ушли вот эти буря, разрушающие Америки, помните, там целые города сметало, то кто-то пронодировал и сказал, что как раз вот эти вулканы, или как они там называются, они как раз шли тем путем, которым раньше из Африки везли рабов. И покуда Америка искала Господа, то это как будто было бы забыто. Как только отступили, говорят, проверили, как они все шли, говорят, тоже вот этим путем, который рабов везли из Африки. Когда люди обращаются к Господу, служат Ему, то Бог много прощает. Но если они опять обращаются от Бога, поднимается все то, что было сзади. Поднимается то, что было сзади. Потому я просто, как-то вот эта мышь пришла... Вы помните, это место священного Писания, когда господин или хозяин стал судиться с рабом, которым очень много задолжал. Помните вот это местописание? Иначе ведь это было настолько много, это была огромная сумма. Он кто-то там считал, наверное, за 500 лет он не выплатил бы то, по той дневной заработной плате, которую он получал. И когда господин сказал, что будет судиться с ним, отдавай долг, то он стал плакать. Он стал умолять его. Он говорил, что, господин, ну потерпи на мне, я все тебе отдам. Он думает, как же ты отдашь? Ну как ты отдашь? Ты работал для себя, у меня брал, и такой долг. А тут же надо будет и мне отдавать, и что на себя. Я думаю, как ты отдашь? Наверное, хорошо понимал, господин, что ну как ты отдашь? И он говорит, ладно, живи, я тебя прощаю. Простил все, покрыл все, человек пошел свободный. А вы помните, какая случилась трагедия? Когда он вышел и своего должника нашел, которому там несколько динаров был должен, он говорит, отдай. Он не отдал. Он его стал душить. Заключил в чемницу. И донесли эту хозяину. Сказали, вот как тот раб поступил. Он его вызывает и говорит, помните, лукавый раб, я тебе прощил весь тот долг, а ты не смог простить своего должника. И что он сделал? Он поднял все, что прошел. Сказали, теперь будем рассчитываться. Заберите его в тюрьму, посадите. А вы знаете, о чем я сегодня хочу сказать? Когда мы что-то делаем, не прощаем кого-то или обвиняем кого-то в том, в чем мы сами не один раз приступали в волю Господнюю, и где Господь простил нам, как только мы начинаем это делать, тут же Господь поднимает все то, что было сзади наше прошлое. Ага, раз ты на него вот так вот налетел, а сам-то ты не раз так делал, значит, будем судиться тогда. Я очень хотел бы, чтобы у нас такого не было. Вы помните предупреждение? Неужели думаешь ты человек, что избежит суда Божия, осуждая других, а сам делая тоже? Если бы ты не осуждал других, другой вопрос был, или сам не делал бы, тогда ты имеешь полное право судить. Может быть, не полное право, может быть, я слишком громко это сказал, но у тебя есть какое-то право. но когда ты сам делаешь, а других, если это судишь, тогда и тебе прощения не будет. Будет суд. Будет то именно, что Господь отменил, но что вернулось назад. Что значит, наше неправильное поведение. Поэтому давайте это всегда помнить. Это просто к слову пришлось. Вот это не уписывается в сегодняшнюю тему. Может быть, ну как-то, но я зацепился вот за это. Господь судится. Судит. И за что именно вот такому суду был подвергнут? За то, что пролили кровь святых и пророков. Вечалище, чем небо, и святые апостолы, и пророки. Ибо совершил Бог суд ваш над ним. И один сильный ангел, слушайте, вот интересно, вот откровение написано. И один сильный ангел взял камень, подобный большому жернову, и поверху моря, говоря, с таким стремлением повержен будет Вавилон, великий город, и уже не будет его. Слушайте, что говорит Еремия? Вот с таким стремлением будет повержен город Вавилон. Еремия, 51, глава, 60, 36, вот это. И когда кончишь чтение сей книги, привяжи к ней камень, и брось ее в средину Ефрата, и скажи, с таким стремлением так погрузится Вавилон, и не восстать от того бедствия, которое я наведу на него, и они совершенно лишь не могут. Здесь ангел камень, вот смотри, а здесь в Вавилоне то же самое, а ты привяжи камень, и тоже скажи, вот с таким стремлением будет повержено. Одинаково. Одинаково, потому что об одном и том же идет речь, только в разных местах и в разные времена. И голоса, играющих на гуслях и поющих, и играющих на свирели, и трубящих трубами тебе уже не слышно будет. О чем речь идет о том? Сегодня это очень важно. Люди надеются устоять, сохранить мораль за счет искусства, культуры, за счет людей знаменитых. А Бог говорит, уже не станет, их самих не станет. Ни культуры этой не станет, ни нахитителей этой культуры не станет, потому что они не смогут удержать от гибели, они не смогут сохранить это суда. Они не смогут дать высокую мораль людям. Их уже не будет, потому что они не нужны. Не будет их. не будет уже в тебе никакого художника, никакого художества, и шума от жерновов не будет тебе. Что такое шум жерновов, художники? Это какой-то уровень цивилизации, это уровень какой-то культуры, это какой-то достаток определенный, говорит, но достатком не спасешь, его тоже не будет. Потому что спасение не в этом заключается. Ни у культуры, ни у морали человеческой, ни у знаменитости, которые являются носителем, может быть, даже мудрости определенной, ни в изобилии. Сегодня как часто говорят и пишут, почему сегодня такие, почему сегодня преступление, говорят, от бедности. Отдай им хлеба, не будет этого, ничего подобного. Ничего подобного. Иногда жира с ума сходит, правда? Не только от голода с ума сходит, жира тоже бесится, говорят. И такое слово придумали, бесится, это правильно, бесится. А слово бес. Поэтому не это является залогом успеха, не это является, так сказать, основанием для, ну, для устоя крепкого, для надежности. Совсем нету. Служение Богу. Жестокостью, аморальностью часто люди хотят укрепить себя. А Писание предупреждает, никто своим беззаконием не укрепит своей жизни. Помните такое место? Вот как раз вот этот пример, он говорит, и богатый, и знаменитый, и все есть, но там беззаконие, там кровь святых проливали, самое главное. И никто не спасет по тому последствии отсюда. Потому что этого требует справедливость. Этого требует справедливость Божия. Не будет уже у тебя никакого художника, никакого художества, и шума от жерновол не слышно уже будет тебе, и свет светильника уже не появится в тебе, и голоса жениха и невесты не будет уже слышно в тебе. А вы знаете, что? Когда нет жениха и невесты, то чего не будет? То не будет развития общества. Это умирающее общество. Это общество, в котором нет будущего. Недаром в ветхие времена, вот когда мы читаем Священное Писание, то что с большим недостатком и проклятием, когда в семье не было детей. И помните, как заволновался Авимелех, когда Господь сказал, что жену забрал моего пророка. Я поражил тебя бесплодием, тебя и дом твой. И как он заволновался сразу. Он хорошо понял. Говорит, верни сейчас жену, мужу он, пророк, помолится, ты будешь жив. Помните это место Священное Писание? Бесплодие. Это самое страшное было. Не нарывы пошли, не болезни, а бесплодие. Говорит, умрешь ты и все твои. И как он заволновался. Вот здесь написано, не будет уже жениха и не будет невесты. Не будет слышно голоса. Я добавляю, на сегодняшний проповеду, что Евангелие. Вы знаете, там, где люди отвращались от Евангелия, где люди переставали верить Слову Господню, там никогда не было успеха. Некоторые еще держались, может быть, держались за что? За счет молитв, тех, которые шли перед ними. Такое бывает часто. Вы знаете, вот эту, еще раз, эту наследственность я еще раз напоминаю. Вы помните, когда мы проходили постание к евреям, то там мы вспоминали о Левии, который, будучи в числах Отца, дал десятину кому? Белхошедеку. Это наследственность. Помните, это же не просто так написано. Говорит, Левий, находясь в числах Отца, дал десятину Аврааму, потому что Он тогда находился в числах Отца. Поэтому сегодня нам очень важно вот этот момент отметить для себя и понять, может быть, для кого? Может быть, есть и дети верующих родителей, которые ведут вот такую жизнь не совсем нормальную по стандартам Евангелия. Говорят, а меня Бог все равно благословляет. Может быть, подумай, может быть, это не потому Бог благословляет тебя, а за родителей твоих вполне возможно, а тебе все равно надо что-то поменять в жизни? Вот об этом тоже надо подумать. Вот почему это так получается? Вот я не совсем следую путем Господним, ну вот так себе, ни рыбы, ни мяса, как мы еще не говорим, а вроде бы нормально все у меня. И делается неправильный вывод. Значит, Богу безразлично, Бог доволен этим. Не делай никогда такого вывода. Может быть, действительно, чье-то благословение ваших родителей, вашего дедушки и бабушки работает на сегодняшний день, а вам, мне, если это надо, ну, надо исправляться самому. Потому что, если написано, что нельзя, значит, нельзя. И Павел говорил так, если даже я и мы или ангел с неба будут вам проповывать не то, что вы приняли, то что пусть будет тобой от анафемы. Потому что так написано, никаких разговоров быть не может. Евангелие не меняется, Бог не меняется, мы меняемся, мы хотим его поменять, но это недоступно для нас. Написано, что Слово Господне утверждено на небесах. Здесь оно просто для нас открыто, записано. А на самом деле мы не сможем ничего поменять на сегодняшний день. Читаю 19 главу. После чего я услышал на небе громкий голос как бы многочисленного народа, который говорил Аллилуйя спасение и слава и честь и сила Господу нашему, ибо истинны и праведны суды твои. Вот смотрите, вот интересно, вот с одной стороны, Бог не жаждет крови чей-то, ему неинтересно видеть слезы людские, но и наверное тем христианам или тем святым, которые погибли от рук нечестивого мира, им тоже не жаждут мщения какого-то особенного. и тем не менее, вот покуда справедливость не восстановлена, помните, мы читали, возопили громким волосом, доколе не судишь и не мстишь. Вот что-то есть вот этом записано. И здесь, наверное, ну, не просто, что Бог такой вот жесткий, но есть как-то справедливость, наверное. Есть, наверное, нечто то, что мы не совсем понимаем на сегодняшний день. И вот когда Господь осудил вот эту любодейцу, тогда на небе очень сильно радовались. Потому что, как бы мы ни говорили, но между человеками связь существует определенная. Вот для нас она прорывается здесь на земле, а вообще, в общем смысле слова есть связь определенная. И покуда не было суда, не было сказать справедливость постановой не скажешь, это нечто другое, но все-таки, покуда Господь не судил, не воздал по заслугам, то чего-то не хватало этим людям. Чего-то не хватало. И здесь была особая радость, я еще раз перечитаю ее, после чего я услышал на небе громкий голос как бы многочисленного народа, который говорил Аллилуйя, спасение и слава, и честь и сила Господу нашему, ибо истинные и праведны суды его, потому что он осудил ту великую любодейству, которая растила землю любодейством своим, и взыскал кровь рабов своих от руки ее. И вторично сказали Аллилуйя, и дым ее восходил во веки веков. Тогда 24 старца и 4 животных пали и поклонились Богу, сидящему на престоле, говоря Аминь, Аллилуйя, и голос от престола и шел говорящий Хвалите Бога нашего, все рабы его, и боящиеся его, малые и великие. И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум ввод многих, как бы голос громовщий говорящий Аллилуйя, ибо воцарылся Господь Бог Сидержитель. Опять-таки возвращение к моменту, когда Господь воцарается. Возрадуемся и возвеселимся и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца и жена его приготовила себя. Смотрите, для них начинается суд, а для церкви брак Агнца. Совсем другое время, другое измерение, другая сфера. Ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя. И дано было ей, облегчев висон чистый и светлый, и висон же есть праведность святых. Я об этом не один раз говорил, но тем не менее, коль уже речь шла о висоне, то я еще раз напомню, что висон делался из каких ничей? Из скрученных, которые одна с другой были очень тесно скручены. И помните клещи аста? Вы уже догадываетесь, о чем я опять буду говорить? Потому что если не будет мы другом скручены вот так сильно, то у нас не будет висона. Висон это незнание Библии на память. Это даже не духовные дары. Это даже не служение пророческое. Это даже не служение пастырское. Это отношение друг к другу на сновании Божьей любви. Бессон скрученных нитей. И я еще раз напомню, мы наверное уже не будем на этом останавливаться в будущее время, но сегодня еще раз напомню. Помните местописание Крещатка, 4 глава или 5, точно не помню. Там написано, что нитка втрое скрученная нескоро порвется. И там три скручения показаны. Опять подупреждаю, я никого не собираюсь осуждать, но я очень часто слышал, так проповедовали, что втрое скрученная тут третья нитка, там никакой третьей нитки нету. Там две нитки, но тремя скручениями, три раза перекрученные. И говорят, это Бог третья нитка, Бог не нитка третья. Бог держит эти две нитки, судьбу нашу, за концы два, очень крепенько. А жизнь крутит нас, так крутит, что мы нуждаемся друг у други. Помните, как там первое скручение, это когда один упадет, то другой поднимет. Это одно крючение. Второе, если поодиночке холодно, то вдвоем согреется. И третье крючение, когда кто-то будет выступать против кого-то, победить, то двое устоят против одного. Вот три крючения. И вот с этой точки зрения мы просто не можем быть не скручены друг с другом. И иначе мы просто не попадем туда весона не будет этого. А здесь написано весон есть какая праведность? А вот такая. Упал, а я поднимаю. Сколько раз? А хоть двадцать раз. Я должен поднимать. Для того, чтобы человек встал, это не значит, что я буду двигать его ногами, я его подниму, а иди сам. Но уже значит, когда поднял человека, то уже и и чем можно? А вот подняться надо быть очень трудно. Правда? Уже и восслабленный пойдет потихоньку. А вот подняться очень трудно. Или, допустим, одному говорит, как согреться? Вы помните, кажется, Яков предупреждает, если вы скажете, идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не дадите потребного для тела, то, что польз этих разговоров все. Мы же понимаем, что греться не совсем вот так, как мы понимаем, напрямую. Мы понимаем из Писания кое-какие пояснения имеем, где-то еще в одном месте Писания. Ну и если против кого-то будет выступать, ну то один против одного может и не устоять, когда два против одного, ну может быть с большим трудом, но устоят. Поэтому я хотел бы, чтобы мы обратили на это внимание. Весон, еще раз повторю, это не стаж наш, это не образование наше, это даже не способность красиво говорить, это не что из того, что мы часто считаем основанием уже кому-кому, а меня Бог вечно святую пустит. Это не основание, основание Весон, праведность святых, правильные отношения друг с другом. А это не так просто все. Я просто повторяюсь, может быть, для кого-то это впервые, может, для кого-то будет еще напоминание, когда нас скручивают очень честно, то не всегда приятно бывает, потому что мы узнаем то о человеке, что никогда не знали, когда честнее стали. И если бы мы узнавали только то, что приятно, то приятно, есть приятно. А вот когда поближе с человеком обнаруживаешь, что а характер то не тот, а там не то, а там не то, если неправильное направление сделать, никогда не скажем, будем стараться на разрыв пойти. А вот если правильное направление, мы хорошо понимаем, значит, я перетерплю, я помогу, я подскажу вот как раз то, что надо. Поэтому я не раз говорю, не всегда я не называю фамилии, не называю имени, я не хочу этого делать, но когда кто-то из счастер работал с довольно-таки знаменитым евангелистом, с которым Господь много делал дела, работал Господь, и когда она сблизилась с ними и увидела то, что не видела, она порвалась этой миссией и ушла, она соблазнилась, потому что это были люди, это были люди, поэтому, ну, я не то, что подрываю вторичие слова Божие, что, значит, двоим лучше, нежели одному, то надо правильно понять, когда будет лучше, а так не совсем лучше, когда двадцать раз падает, а мне еще поднимай его, то может ему и лучше, а мне то не лучше, если я не понял своего назначения, или все время каждый день греть его, а он все время холодный, ну, ну, тому, кого греешь, может и хорошо, а кто греет, ну, наверное, надо, я не раз напоминал, а вы в своей жизни испытывали такое, когда вы где-то своих детей водили по улице зимой, и замерзли ручки, вы эти ручки грели, такие были довольны, что ты радуешься, холодные руки греешь, а радость почему, ребенку своему руки греют, и радость столько, как будто это тебе руки греют, почему, потому что направление правильное, вот, весон, праведность святых, я прошу на это обратить внимание, и давайте, когда мы будем рассуждать о нашей готовности, а, наверное, мы рассуждаем не один раз, потому что никто из нас не хочет остаться вне спасения, то не ориентируйтесь на заслуги свои, не ориентируйтесь на то, что вы сделали для Господа, для Господа, оно все будет иметь силу, если будет весон, праведность, если будете спасены, а если нет, то все, то вот такой крест будет стоять, и на труде, и на работе, и на всем, весон, праведность святых, делался из крученных нитей, с крученной пражей, не просто так, и дано было ей облегчить весон, чистый, и светлый, весон же есть праведность святых, и сказал мне ангел, напиши, блаженный званый на брачную вечеру агнца, и сказал мне, чьи суть, истинные слова Божии, а я пал к ногам его, чтобы поклониться ему, но он сказал мне, смотри, не делай чего, я сослужитель тебе и братьям твоим, и имею чем свидетельство Иисусову, Богу поклонить, ибо свидетельство Иисусову есть дух пророчества, то есть ангелы не принимают поклонения от людей, с какой точки зрения, но они просто понимают, что поклонение только Богу принадлежит, и все, и больше никому, поэтому здесь тоже очень хороший пример, здесь тоже очень хороший пример, потому что вы помните одно предупреждение из священного писания, оно звучит так, Иван Литрияна, не помню точно какая глава, там одно такая истина интересная открыта, говорит, и многие из иудеев тоже уверовали в Иисуса Христа, но не исповедовали Его, потому что боялись быть отлученными от синагоги, ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели Божию, а слава на заставлять людей поклоняться и проклоняться, нам сегодня надо очень научиться квалифицированно вот благодарение, которое может кто-то нам хочет выразить, переправлять на Господа, потому что это Его все, это все Его, она нам эта слава не принадлежит, она принадлежит Господу, и вот вы любили славу человеческую и не могли исповедовать Господу, боялись, что отлучат эти синагоги, а вы знаете, и сегодня, наверное, каждый боится, что быть отлученными от церкви, правда? Ну, так если есть за что, ну, то ничего страшного, так и надо, а уже когда незаконно, вот за что-то, тогда и трудно, и не хочется, и люди часто могут на компромисс идти, лишь бы не отлучили, я знаю, что и от Духа отрыкались, некоторые сказали, это нечистое, это самое, отрыкались, потому что боялись, что отлучат, а то серьезная вещь очень, это то, что так просто и прямо не проходит, поэтому здесь ангел прямо сказал, кому принадлежит поклонение, увидел я отверстие неба, 22 стих, и вот конь белый, и сидящий на нем, называется верный и истины, который праведно судит и воинствует, очи у него как пламень огненный, и на Галаигу много диадим, он имел имя написанное, которое никто не знал, кроме его самого, он был обличен в одежду оборонную кровью, имя ему Слово Божие, вот здесь Слово Божие написано с большой буквы Слово, вот то, что мы читаем Слово Божие, как правило, пишется с маленькой буквы, это условные значки, которые мы выражаем в своей мысли, условностями этими, а когда стоит Слово Божие с большой буквы, это Иисус Христос, я еще раз повторяю, у нас Слово, это сочетание звуков определенных, которые мы мысли свои материализуем, потому что мыслишь никто не видит, их надо выразить словами или на бумажке написать, а у Бога Слово, личность, у него не значки условные, вот почему нас так трудно воспринимать, что Бог один, отец, Слово, но если так подумать, у Бога мысли есть? Ну конечно есть, но у нас мысли, мы даже не понимаем, что это значит, а у Бога в Отца мысли, это личность, а Дух Святой тушила его, но это личность, вот почему мы никогда Бога-то не поймем, как Он есть на самом деле, потому что это слишком недоступная личность для нас, потому что мы творение его, и кто-то однажды сказал, я даже помню, кто-то сказал, говорит, у меня такие вопросы были, ну как понять Бога, ну если стул когда-нибудь поймет столяра, который его дел, тогда ты поймешь Бога, потому что мы как вещь, мы его как исчезаем, как Он предусмотрел открываться нам и не больше, а какой Он есть, Христос говорил, что я только видел Отца, больше никто его не видел, его никто не видел и видеть не может. И вы помните, Майсия Бог предупредил, говорит, человек не может увидеть лицо моего остаться в живых. Я долго думал, почему это так, но так и не пришел к выводу, почему. Но во всяком случае понимаю, что это не страшный он, что что-то другое есть. Но не может человек увидеть лицо Господа и остаться в живых. Потому Бог и скрывает от нас лицо. А если мы его видим, то довольно условным образом, как он решил открыться нам. Потому что мы можем найти я видел Бога, но видел его как? Как он открылся? А как он есть на самом деле? Никто его не видел и видеть не может, кроме Иисуса Христа, который является его полным отражением. Даже не отражением, а, наверное, сущностью. Он имел имя написанное, которое никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогранную кровью. Имя ему Слово Божие. И воинство небесное следовали за ним на конях белых, облеченный в весон белый чистый. Воинство небесное. Так что это не церковь. Церковь воинство Божье на земле. Это небесное следовало за ним. И воинство небесное следовали за ним. А то, что облеченный в весон белый чистый, конечно, в их же белый весон. В чистота и святость. Это однозначно. Из устра его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он посет их жезлом железным. Он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и написано имя цар царей и Господь господствующих. То есть Иисус Христос судит мир. Это суд над миром. Судит воинство небесное. Помните, можно читать языки Иоиля, это вторая глава, там очень сильно написано об этом воинстве. Помните, что они идут, не давят друг друга, падают на копья, остаются невредимы и так далее, и так далее. Вот это воинство небесное. И увидел я одного ангела, стоящего на солнце, и он воскликнул громким голосом, говорав всем птицам, летающим посредине неба, летите, собирайтесь на великую вечеру Божию, чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысячоначальников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, и малых, и великих. Это вот как раз ответ на вопрос, где будет труп, там соберутся орлы. Так что никогда не проповедуйте, что труп это Христос. Я таких проповедников услышал. Говорят, это для мира Христос мертвый. Тут прямо написано кто? Трупы царей, трупы силы, трупы тысячоначальников, труп антихриста его войска. И Христос же здесь. Это он топчет эту точилу вина ярости. В Икии о том же самом написано. Помните там столько-то месяцев, 7 месяцев будут хоронить, потом еще что-то. И тоже будет команда в полном смысле слова. Все птицы небесные, звери полевые, собирайтесь идите есть. То есть помогайте Израилю убирать землю после поражения. Я читаю еще раз. И увидел я одного ангела, стоящего на солнце. И он воскликал громким голосом, говоравшим птицам, летающим посредине неба, летите, собирайтесь на великую вечеру Божию, чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысячоначальников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, и малых, и великих. Увидел я зверя, и царей земных, и воинства их, собранные, чтобы сражиться с сидящим на коне и с воинством его. И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производив чудеса перед ним, которыми он обольщил, принявших начертания звера, и поклоняющихся его изображению, оба живые, брошенные в озеро огненное, горащее серое, а прочие убиты мечом, сидящие на коне, исходящим из уст его, и все птицы напитались их трупами. А теперь послушайте, что Езекииль пишет о том же самом. Это будет сороковая глава 20 стиха. И не будут носить дров с поля, не рубить из лесов, но будут жечь только оружие, и ограбят грабителей своих, и оберут обирателей своих, говорит Господь Бог, и будет тот день, дам Гогу место для могилы в Израиле, долину прохожих, на восток от моря, и она будет задерживать прохожих, и похоронят там Гога и все полчища его, и будут называть ее долиной полчища Гогова, и дом Израиля 7 месяцев будет хоронить их, чтобы очистить землю, и весь народ земли будет хоронить их, и знаменит будет у них день, в который я прославлю себя, говорит Господь Бог, и назначить людей, которые постоянно обходили бы землю, и с помощью прохожих погребали бы на поверхности земли, для очищения ее, по прошествии 7 месяцев они начнут делать поиски, и как кто из обходящих землю увидит кость человеческую, то поставит возле нее знак, доколе погребатель не похоронит в дальней полчища Гогова, и будет имя городу Гамона, полчища, и так очистить землю, ты же сын человеческий, вот то, что я читал об этих жверах полевых, ты же сын человеческий, так говорит Господь Бог, скажи всякого рода птицам, и всем зверам полевым, собирайтесь и идите, со всех сторон сходите к жертве моей, которую я закажу для вас к великой жертве на горах Израилевых, и будете есть мясо, и пить кровь, мясо мужей сильных будете есть, и будете пить кровь князей земли, баранов, ягнят, козлов и тельцов, всех откормленных на васане, и будете есть жир до сытости, и пить кровь до опьянения от жертвы моей, которую я закажу для вас, и насытитесь за столом моим конями и всадниками, мужами сильными и всякими людьми военными, говорит Господь Бог. То же самое, то же самое, только немножко другими словами, поэтому пусть Господь благословит нас, уже наше время прошло, может быть, немножко и трудновато было слушать, ну, такое место Писания прошло, ну, такая тема, вообще-то, на первый взгляд, вроде, она и не нужна нам, ну, коль нашу по парадочку идет, ну, наверное, пригодится когда-то в свое время. Пусть Господь благословит нас, пусть Он даст нам готовность войти в святую и вечную, чтобы нам не остаться на этот день, когда Бог будет судиться с нечастимыми людьми. Да благословит нас Господь всех. Аминь. Игорь Негода